здравствуйте уважаемые подписчики сейчас я нахожусь в сквере или на площади святителя филофея филофея лещинского если правильно его надо филофей лещинский вот этот вот сквер как раз ему и посвящен ну а здесь недалеко вот прямо передо мной вот она вот духовное училище для молодых здесь монахов батюшек учат точно не знаю но это религиозное училище и кстати вот здесь вот написано вот памятник святителю филофею лещинскому здесь и на русском языке и на латинице это обозначено но давайте зайдем в этот сквер значит который посвящен святителю филофею лещинскому первое что бросается в глаза здесь дорожки очень чистые и смотрите здесь и мусорки сделаны красиво и дальше вот скамеечки тоже так они сделаны как бы под старину видите они такие чугунные чугунные литье чугунное вот меня чугун это металл который имеет в своем процент на процентном соотношении количество углерода свыше 50 процентов это чугун вот вот видите здесь тоже и вот сейчас мы посмотрим вот как раз посвящен вот этот вот скульптура филофею лещинскому видите здесь вокруг его она обыграна очень интересно и хорошо здесь кстати ночью она включается подсветка сейчас данный момент просто вот я неудобное время видимо выбрал для съемки потому что если посмотреть вот тюменское духовное училище видите написано тюменское духовное училище дальше а здесь вот святителю лещинскому и вот он как бы не прорабатывается не освещен вот здесь как бы обыграна такая композиция что вот видите пришли народы севера ханты и манси они в своих национальных одеждах видите вот стоят вот женщина мужчина сзади у мужчины лук и стрелы сейчас мы посмотрим да вот видите здесь он даже у него тубус тубус стоит с этими для стрел то есть как бы люди живущие всем натуральным лесом в тундре и постоянно вот ходят вот в этих вот своих одеждах так называемых малица вот и здесь просвещает их филофей лещинский вот такая святая арочка сверху вот и здесь еще видите видимо русский человек который с бородой волосы у него видите как расчесаны вниз кафтан и он видимо как бы сопровождает филофея лещинского охраняя его и а филофей лещинский как бы по замыслу скульптура читает проповедь вот такая скульптура у нас городе тюмени есть посвященная святому человеку он при причислен клику святых насколько я помню значит филофея лещинского кстати мощи филофея лещинского чудотворные и может им можно поклониться как раз вот свято-троицком монастыре вот и сейчас поворачиваю вот эта церковь петра и павла вот а дальше там идет свято-троицкий монастырь именно вот за этой как бы крепостной стеной там через зарочку проходную можно попасть и свято-троицкий монастырь это мощи филофея лещинского тюменцы и люди приезжающие здесь паломничество есть значит и они как бы прилагаются к ним прикасаются ну и каждый как говорится что попросит что желает в общем у филофея лещинского но все конечно просят одного большинство это здоровье ну вот вкратце я рассказал про парк и площадь филофея лещинского посвященная святому человеку филофею лещинскому вот кстати вот его мощи они сохранились они сохранились когда со времен когда после революции 1917 году были огромное гонение на церковь и эти мощи их монахи его здесь как бы он был здесь похоронен свято-троицком монастыре и со свято-троицкого монастыря его перевезли убрали и потом значит было было неизвестно где они его как бы захоронили и эти мощи были за утеряны и нашли их уже в двухтысячные годы представляете когда сделали значит реставрировали вот я вам показывал в предыдущем видео георгийский вознесенский храм вот это буквально за рекой он этот храм он в период советской власти там как бы хранились химические бочки с химическими веществами с различные там как с плоское помещение использовалось и там уважаемые подписчики кстати иногда как бы вот я помню приходили монахи значит и вот а свято-троицкий монастырь он как бы продолжал работу но недолгое время и двухтысячные годы двухтысячные годы когда уже пришло другое время церковь стала возрождаться но она раньше значит стала возрождаться но все равно самый такой как бы рассвет это в 2000-е годы стали реставрировать все храмы и к удивлению строителей и те которые реставрировали строители георгийский вознесенский храм под полом были обнаружены вот как раз там по моему как ящик как гроб вот была целая статья в газете по моему тюменская правда потом тюменские ведомости и вот насколько я помню значит их открыли и от них как бы такое было еще но как его называют вот запах такой как бы благовония что ли вот вот такой исходил такой запах вот и когда вызвали специалистов там начи стали исследовать и вот как раз там и нашли мощи филофея лещинского то есть они не утратились где-то их не разграбили значит не что с ними не сделали а монахи но которые кстати большинство было расстреляно вот святотроицком здесь монастыре этих эти монахи а тут кстати недалеко и есть значит скульптура и площадь памяти репрессированных в годы годы репрессии вот там это начиная с 22 2 24 28 года вот и вот особенно 30 32 год значит вот многие монахи были расстреляны в этот период времени а мощи они перезахоронили вывезли со святотроицкого монастыря и уважаемые подписчики они их сохранили и сохранились они представьте себе представьте себе они фактически пролежали сто с лишним лет сто почти почти вернее сто лет вот эти мощи пролежали вот еще рядом филофия лещинского сейчас эти мощи находится святотроицком монастыре и можно поклониться так что период времени как бы советский период времени значит их здесь не было в этом монастыре святотроицком они были перезахоронены и спрятаны буквально под полом в георгиевской вознесенском храме вот но вот видите какая красивая площадка здесь поставлены качели люди качаются получают массу положительных эмоций мамочки значит гуляют с ребятишками с детьми видите как удовольный ребенок катается на самокате там молодежь идет по своим делам в общем хочу и уважаемые подписчики сходить зайти в святотроицкий монастырь за эту каменную стену сейчас мы я пока отключусь и потом включусь когда зайду ну вот я перехожу дорогу пешеходный переход вот дорога здесь идет вот зебра пешеходный переход прохожу здесь очень много транспорта приехала находится люди ходят отдыхают вот она стена видите крепостная и здесь святотроицкий мужской монастырь вот табличка видите написано святотроицкий мужской монастырь а шо уже закрыли а чем график работы имеет что ли раньше же круглосуточно по-моему написано братья и сестры помните помогая деньгами людям с алкогольной зависимостью вы губите их жизни разрушаете жизни близкие но что-то совсем другое здесь святоотеческие цитаты а почему закрыли то непонятно вот дверь значит там щелка я хотел прогуляться уважаемые подписчики там много цветов посажено розы и получается так что у меня не получилось как так в чем дело вот ну в общем вот такая вот случилась оказия он видите ангелочек там с дудой здесь это купола церкви цепь петра и павла а святотроицкий монастырь вон они купола вот сейчас мы увидим их но почему-то не получилось у меня туда пройти уважаемые подписчики видите как вот так вот бывает ну ну вот такая ситуация не удалось мне туда пройти так что на этом заканчивая свой обзорчик уважаемые подписчики и всем желаю вам здоровья ну всем всех благ и душой из города с душой из города тюмени я сергей до свидания уважаемые подписчики вот люди подъезжают подходят и тоже в такс такой же ситуации столкнулись почему-то святотроицкий монастырь вдруг закрылся всегда раньше работал и был открыт ну вот так вот бывает но на этом заканчиваю до свидания уважаемые подписчики